Воскресные тренировки Обидно только за шестерых резервистов сборной, по сути напрасно прокатившихся в Сочи. Во время вчерашней вечерней тренировки полезны они были разве только для того, чтобы число тренеров на льду не оказалось сопоставимым с числом хоккеистов. На площадку в красных куртках с надписью «Россия» нынче выходит могучий штаб из шести специалистов – Белелединов, Белоусов, Белов, Мышкин, Никитин, Юшкевич. Пока они лишь курировали плотную отработку большинства. Главное воскресное занятие сборной. По-прежнему неизвестно состояние здоровья капитана российской команды Павла Дацука. Игорь Брагин в отчете на чемпионат Ком тревожится, как и все. Первую тренировку полного состава сборной на Олимпийском льду предваряла фотосессия. Красавцы в свитерах сборной России выкатились на лед по дахе многочисленных волонтеров со всех сторон Олимпийского парка, сбежавшихся в Большой. Бросил с глаза, что Дацук выходит на лед при Храмве. Докатился до борта, постоял. После чего прокатился один круг и занял свое место в общей композиции. Когда командное фото было сделано, игроки отправили скамейки запасных, чтобы облачиться в тренировочные джерси двух цветов – красного и белого. Дацук же отправился в раздевалку, откуда больше не показывался. Стало понятно, что со здоровьем у него действительно не все в порядке. Нужно было видеть лица присутствующих на арене. Главная тревога перед стартом хоккейного турнира лишь усилилась. Сборная России и Швейцарии должны были провести между собой товарищескую встречу, но по целому ряду причин этот матч отменился. Борис Михайлов в интервью Спортэкспрессу поведал, что этот матч был желанным для хозяев турнира. В целом, эта встреча была бы нужной. Наш тренерский штаб смог бы лишний раз посмотреть игроков не только тех, кто будет участвовать на Олимпиаде, но и кандидатов на чемпионат мира. Матч получился бы интересным. Ведь сборная Швейцарии – соперник очень серьезный, вице-чемпионы мира. Но будем надеяться, что сбор в Казани прошел должным образом и наша сборная подготовилась к играм хорошо. Советский спорт находит пять причин, по которым одной из главных звезд хоккейного турнира в Сочи станет Александр Овечкин и одна из них – его партнеры по звену. Скорее всего, Овечкин и Семин окажутся в одном звене с Малкиным, потому что Радулов и Ковальчук уже тренировались вместе на вчерашнем занятии. Не удивлюсь, если к ним в центр поставят Павла Дацука. Так вот, в такой чудо-тройке с Малочем и давним другом Семой даже я бы набрала много очков. Что же говорить об одном из лучших бомбардиров мира – Овечкине? Вашингтон-Пост называет российских игроков рок-звездами и сравнивает четверку лидеров российской команды с группой Битлз. Переводит слова американского издания «Советский спорт». Невероятно! Когда ты оказываешься рядом со сборной России по хоккею, создается впечатление, что ты пытаешься пообщаться не со спортсменами, а с группой Битлз. В России хоккеисты встречают как рок-звезд. За ними бегают около двух сотен журналистов, а еще больше – болельщиков. Самая популярная четверка, прямо как Ливерпульская – это Ковальчук, Овечкин, Дацук и Малкин. Все с нетерпением в первую очередь ждут их. Игорь Еронко в своем блоге на трибуне «Спортс.ру» продолжает представлять составы олимпийских сборных. На очереди – Финляндия. По вратарям ясности нет, но вряд ли первым номером будет не Раск. Сильнейший финский голкипер прямо сейчас и один из сильнейших в мире. Прекрасная техника, комбинированный стиль, высочайший уровень чтения игры. Тука обязательно проявит себя в Сочи. В центре первой тройки и это сюрприз 18-летний Александр Барков. Хотя нельзя сказать, что это уж совсем неожиданно. Все-таки на льду Барков никак не тянет на 18 лет. Наоборот, производит впечатление зрелого мастера. Рядом с ним легендарная финская вспышка Те Муселяни, которая не то что в отцы, почти в деды мог бы сгодиться Александру. И, кажется, участвовала еще в первых зимних олимпийских играх в 1924 году. Третьим к ним Микаэль Граунун, неплохо подменяющий в центре первой тройки Миннесоты травмированного Мика Коеву. Евгений Мешков на allhockey.ru начинает представление команд материалом об очевидных аутсайдерах – командах Австрии, Словении и Латвии. Словенцы – команда легионеров. Мало кто в их составе выступает дома. В основном они утюжат лед по всей Европе. Что логично, так как возможностей для роста в Словении немного. Местная первенца состоит всего из пяти команд, а сильнейшая Олимпия из Любляны поигрывает еще и в австрийской лиге. Тем временем на sports.ru восторгается дебютной игрой женской сборной России. Россиянки перед третьим периодом уступали команде Германии 0-1, но в заключительные 20-ти минутки организовали четыре безответные шайбы. Антон Руднев считает, что игра наших девушек временами выглядела даже зрелищнее, чем недавние матчи мужского коллектива. Команда Чеканова же в первом матче Олимпийского турнира с немками наглядно продемонстрировала, как надо действовать в атаке. Понятно, что женский хоккей слишком эмоциональный, чтобы окапываться в своей зоне. Но та же игра сборной Германии, явно мечтавшей засушить счет 0-1, не характерна для россиянок. Они не боятся взять игру на себя и пойти в обводку даже на трех-четырех соперниц. Они шикарно закрывают борт в чужой зоне. Они знают, как нужно играть перед чужими воротами и прессингуют соперника, планирующего перевести дух. Все это про сборную России, нанесшую 37 бросков по воротам немецкой команды. Мария Роговская по горячим следам расспросила Алексея Дементьева. В интервью Чемпионатком известный эксперт раздавал комплименты российским хоккеисткам и поделился мнением относительно популярности женского в хоккее в Северной Америке и в России. Сложный вопрос. Тут совершенно другое. Финансирование и реалии. Конечно, у нас женскому хоккей уделяется недостаточное внимание. Женский хоккей должен быть на телевидении. Это 100%. Вот вы видели, как бросала от Синии Бурина. С таким броском она бы в КХЛ не затерялась. Еще обратите внимание на Сосину. Какая у нее техника впечатляет. Наша программа подошла к концу. Следите за хоккеем, а мы будем следить за новостями. Это было «Континентальное чтиво». До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин